Гнев, любовь, красота и ужас в Москве в выставочном центре рабочей колхозницы сегодня открылась выставка лучших отечественных фотографов, ставших за последние полвека победителями знаменитого конкурса World Press Photo. О высокой цене победы и предсказуемых результатах голосования в репортаже нашего корреспондента Ольги Стрельцовой. Гран-при по-русски это не просто выставка, это по сути летопись. 50 лет из истории человечества. Все самые прекрасные и самые ужасные события глазами лучших фотографов нашей страны. Внимание, посмотри на камеру! Редчайший кадр под прицелом объективов фоторепортеры. 49 человек смогли прийти на выставку сегодня. Всего же за годы существования главного мирового фотоконкурса лауреатами от СССР, а затем России, становились 89 авторов. Их снимки не просто фиксируют то, как изменился за полвека мир. Демонстрируют, как изменились пристрастия жюри и публике. Черно-белые переживания Шостаковича, объятия Брежнева, скорбь стариков и мужество ветеранов. Мудрость Сахарова. Автор этого снимка – мэтр Лев Шерстенников. Он лишь дважды отправлял на конкурс серии своих фотографий. И дважды побеждал. В каких условиях пришлось сделать снимки с похорона академика Сахарова, помнит прекрасно. Двое суток не отходило от гроба. Подъезжает к катафалке, я как черт из табакерки выпрыгиваю из этого катафалка и начинаю снимать. Ну, никто не может понять, откуда я взялся, кто я такой. В послании из богов или нет. Оказаться там, где происходит самое важное. Суть профессии, говорят победители. Да, приходится быть незаметными, приходится рисковать, даже скрывать камеру. Еще один человек-легенда, Владимир Вяткин, получил уже свыше 400 наград мирового уровня. Неоднократно сам входил в состав жюри, но, говорит, ни на что не променяет возможность оказаться в гуще событий. Это его снимок «Повседневная жизнь». 2007 год. Балетмейстер Игорь Моисеев обнимает свою жену после 101-го дня рождения. А это Чечня. Вяткин побывал в семи военных командировках. Фотожурналистика мне не принесла личного счастья. Это да. Но я сам себе завидую, потому что я много видел. Мне это было очень интересно. И я, как бывший музыкант, я знаю, что такое музыка войны. Я слышал эту музыку. 21 век. Шокирующие снимки. Войны, конфликты, теракты. Мир изменился, говорят фоторепортеры. Им уже сейчас известно, кто станет следующим победителем конкурса. Если это будет убийство Каддафи, то это вероятнее всего. Качественная снимка уже не будет иметь значения. Если там оказался один фотограф, он это сделал, и все. Снимки высочайшего качества с выдающимися героями нашего времени будут выставляться в центре рабочей колхозницы всего 10 дней. Спешите видеть прямо сейчас попытку сделать самый лучший снимок самых лучших фотографов страны. Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, Людмила Бондарева, ТВ Центр, Москва.